Вторую свадьбу решила сделать с такой пышной, масштабной... Хайп да любовь, Катя, понимаешь? Хайп да любовь. Катя, спасибо тебе большое за такие интересные подробности. Вот, кстати, знаю, кто точно не приедет на это мероприятие, хотя журналисты писали, что приглашали астролога Сергея Коваленко на вот это торжество, но он отказался, зато согласился к нам прийти в прямой эфир. Сергей, здравствуйте. Прошу вас, пожалуйста, присаживайтесь. Вы как астролог, здравствуйте, пожалуйста, присаживайтесь. Пятница 13-ая, что скажете? Счастливое число? Какой брак ждет, Ксения Анатольевна? Все зависит от того, кто эти люди, потому что каждая пятница 13-го для одного человека, для одной пары будет счастливой, как для вас, Ксения, а для другой пары может быть не совсем удачной. Знаете, если мы будем привязываться к числам, к пятницам, то мы далеко никуда не уйдем, потому что был Григорианский календарь, был Юлианский календарь. То есть это все меняется, люди договорились условно и определились, что будет вот такое число. Но все-таки мне нравится больше ориентироваться на то, что было всегда. Было и при вашей бабушке, и при вашем дедушке, и при моей бабушке эпохи неолита. То есть у всех было, понимаете? Это на звезды, это на планеты. То, что всегда есть в нашей жизни. И что планеты говорят, что ждет Ксения Константин? Мне кажется, наши бабушки ориентировались на Красную Горку, нет? Считалось раньше, что нужно жениться именно только на Красную Горку, а обычно она упадала даже на май месяц. Ну, смотря какая бабушка и в какой стране. Хорошо, вот давайте вернемся к вашим планетам, к звездам. Скажите, пожалуйста, какой ждет конец, счастливый или не счастливый этот брак? Ну, в первую очередь... Вы думаете, что он хэппи-эндом, вот как они хотели любовью до грубой, или все-таки любовь раньше закончится? Я думаю, что закончится однозначно весело и не менее грандиозно, как их свадебное торжество. Но в первую очередь все зависит, конечно же, от них. Все зависит от решения Ксении, все зависит от решения Константина. Потому что астрология — это лишь схема. А чем мы ее заполняем? Каким смыслом зависит в первую очередь от людей? Да, я делал прогноз на... И говорили, что это брак по расчету, между прочим. Ну, понимаете, то, что для нас с вами является плохим, брак по расчету, для других может являться совершенно хорошим делом. Понимаете, люди живут этим, в этом нет ничего плохого. То есть, по вашему мнению, это брак по расчету? Нет, однозначно. А для кого брак по расчету, минуточку, для Ксении или больше? Или для Константина? Кто больше получился, что у вас? Кто больше тут выигрывает? Это брак, в котором есть все. Есть и расчет, и есть и любовь. Если сравнить с предыдущими отношениями, то... Многочисленными. Ну, последними, скажем, те, которые мы знаем. То там, конечно, не было сексуальной совместимости. То, что очень важно в партнерских отношениях. Это вы как поняли, что сейчас она есть? Там ребенок, между прочим, у Максима сейчас витарган, если на нас смотрит, он скажет, как бы, он плату, он есть. Ну, понимаете, наличие ребенка не означает, что есть взаимодействие. Это страстное, темпераментное мужского и женского начала, которое проистекает на протяжении всей жизни. Так вот, в этом новом браке это есть. Связано это с композитом, то есть есть такая методика совместимости в астрологии. И вот у них как раз эта совместимость по мужскому и женскому началу гармоничная. Там есть страсть, там есть темперамент, там есть энергия, там есть любовь. И, кстати, по поводу того, что кто получит от этого брака, вот мы начали говорить, кто выиграет, Ксения или Константин. Было опубликовано в интернете и вишлисты. Список подарков, я думаю, что, Ксюша, он и у тебя, возможно, была свадьба. Да, я знаю, что они просили, кстати. Очень такие солидные подарочки. Солидные. Вы смотрите, мы некоторые выписали, да, тумбочка, внимание, за 2 миллиона рублей, ковер за 1,5 миллиона, только такой, дешевле нельзя. Пуфик со столиком за 1 миллион 200 тысяч рублей. Набор из четырех сервировочных ложечек за 74 тысячи, половник за 155, судя по всему, вот ковер как раз за 1,5 миллиона. Красивый, да? Да. Вот это все, как пишут журналисты, нужно для дома в Подмосковье, который Ксения строит уже полгода. Ксюша, вопрос к тебе. У тебя был вишлист и в нем был ковер за 1,5 миллиона? Да, у нас нет. У нас было единственное ограничение. Мы просили не дарить и не тратиться на цветы наших дорогих друзей. Мы сделали такую некую фишку. Это предложил мой коллега, скажу так, он был ведущим у меня на свадьбе, Миша Шичков. Он предложил и сказал, дорогие друзья, ну что вот все постоянно тратятся на эти цветы? Цветы постояли, завяли, выкинули и забыли. Он предложил, чтобы каждый гость принес и подарил нам бутылку определенного вина. Подписал эту бутылку вина, расписал, когда мы должны ее вместе выпить. И мы так вот гостям сказали, что, пожалуйста, делайте такие подарки нам. Только это и все. Хорошие подарки пожелаем Ксении и Константину сегодня тоже хороших подарков и отличного веселья. Спасибо вам за дискуссию. И еще раз хотелось бы пожелать еще любви до гроба, ведь мы помним, что Ксения и Константин приехали на катафалки. Ну вот, любовь до гроба, побольше теплоты и поменьше все-таки хайпа. Я, Никита Пименов, до встречи. Ксения и Константин